Весь новый трек Слава Мерлоу «Запретить» построен вокруг одного вокального сэмпла. И в этом видео вы узнаете историю создания трека от исполнительницы этого сэмпла. Я Шамиля, я артистка, в каком-то роде сэмплмейкер. Музыкой я занимаюсь уже очень давно. Я училась в школе при консерватории, но меня отчислили. Я флейтистка. И еще мы по винтикам разберем этот бит и узнаем, как его фишки могут сделать лучше твои биты. Так что ставь лайк, если трек «Запретить» тебе зашел, а мы... Стартуем! Трек начинается с интрухи, в котором играет сэмпл Шамили. И буквально через минутку вы узнаете историю его создания. И темп трека 160 тональность DM. И у меня тоже есть сэмпл Шамили, где я его взял, скажу чуть позже. Он в 176 BPM и в тональности CM. Я был рядом с ней, когда мне было плохо, Когда смела на помощь тебя. И если темп мы сейчас подстроим. Поставил темп проекта 176, ставлю стретч в обоих сэмплах. Отдельно вокал и укулеле. И обратно замедляю до нужного мне темпа. Поставлю 164, чтобы не сильно коверкать сэмпл. Вот так. Но тональность оставлю CM, потому что... В каких-то моментах такой голос Элвина уместен. Но мне кажется, здесь оригинальный пич гораздо лучше. Вот тут кончается интруха сэмпла. Так что мы отрезаем вот тут. Тут начнется уже наш дроп. И нужно выставить так, чтобы интруха заканчивалась в том месте, где начнется дроп. То есть в конце так. А чтобы было подраматичнее, вначале отрезаем укулеле. Чтобы голос как бы немного из-за такта начинался. Тут мы ровнять не будем, потому что это интро. Тут кроме вот этого сэмпла ничего не будет играть. И вообще голос звучит слишком чисто, и нам это не подходит. Так что повесим. Параметрик, в котором очень изи сделать эффект телефона. Типа вот так. Вот эту область чуть-чуть задерем. Вот так хорошо. Ведь у Славы в треке мы буквально слышим голосовую хостелеграмму. И, кстати, вот так появился этот сэмпл. Был концерт у него в Казани 16 сентября. Мне еще тогда было очень тяжело туда попасть. У меня были небольшие траблы с деньгами. Короче, я достала проходку на концерт, на танцпол и на митингрит. Я прихожу на митингрит с плюшевой коровой. Я коров люблю. То есть это такая фишечка у меня. Я дарю ему корову. Ну, поприветствовались и так далее. Все, концерт прошел. Было очень круто. И после концерта я в слезах иду в KFC. У меня мало зарядки на телефоне. Я сижу там, ставлю телефон на зарядочку. И думаю, если я сейчас что-нибудь не сделаю, то я просру этот момент. Я, короче, думала, думала, думала. А потом решила ему написать. Но он мне не отвечал. Я такая думаю, а как сделать так, чтобы он мне ответил и заметил? Я, короче, закинула его в лучшие друзья унстя. Отметила его несколько раз. Он мне ответил. Вот. Но я ему написала то, что, блин, там, давай, может быть, там, не посчитай меня там наглой. И просто там, говорит, всего там 20 секунд было. И я такая думаю, я расстроена. И вот. Я хотела увидеться. Буквально на 5 минут его вытащить. Я уже ему пишу, типа, давай я тебе баскет с крыльями принесу. То есть мне было настолько вообще пофиг. Да, он мне ответил. Но он сказал то, что они там с пятками устали. И у них еще есть дела. И типа, если что, вдруг они мне напишут. Он, кстати, написал. Я спала. Буквально через 2-3 дня после концерта я написала песенку. Там куплетик и припев. То есть это такой набросик на будущую мою песню. Посвятила я этот кусок, конечно же, ему. То есть там текст, это вот прямые мысли мои. Пришила скинуть ему. Ну, я записала скрин. И отправила ему вот эту гласовую. И ему понравилось. И вот это именно та версия, которая звучит в треке? Да. После интрухи начинается дроп, в котором играет живое пианино, которое, походу, тоже на телефон записывали, и Чопы, и сэмпла Шемиле. Продрамка состоит из каких-то пиар-клупов с тамбуринами и супер-пупер жирного кика, который, походу, собран из нескольких слоев. Потому что в следующих частях играет тоже он, но уже не так гулкой, не так объемом. В прогрессе аккордов у славы в треке это А-шарп-мажор и Д-минор. В тональности Д-минор это последовательность 6-1. А у нас это С-М, так что G-шарп-мажор и С-минор. Ну и как и в ориге я не буду играть просто аккорды, а добавлю немножко суеты, но я добавлю ее в Д-Ме, потому что просто эту тональность лучше знаю, а потом опущу на два полутона. В С-Ме это будет звучать вот так. Только другое обращение нужно сделать, что-нибудь. Добавлю еще G, чтобы аккорд стал септ-аккордом. Да, вот тут нужно что-то добавить, какое-то еще движение. Я один из этих двух аккордов должен быть мажорный, а другой минорный, что-то типа с таким ритмом. Вот так, вот так. Alt-S для этих аккордов и убавим их. О, то что нужно. Пианино готово, но оно звучит как обычное пианино, а не как побитый жизнью инструмент, который где-то на набережной стоит и который вы записываете на телефон. Так что на него первым делом отправляется скетч-кассет, и мне тут нравится пресет Magic Button. Он уже такой немножко добавляет лоу-фай, но если еще поменять на чип, тип кассеты. И чуть-чуть дать и флаттера, и вову. После него поставим фаб-фильтр Pro Air, в котором в маленьких помещениях... Вот это нам подходит. Еще можно покрутить Distance, ну и естественно Mix. Вот на какой-то такой настройке остановимся. И следом в RC20 я также добавлю немножко пространства, только с минимальным дикеем. Вот примерно то, что нам нужно. И как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть если ты ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей. И прямо сейчас я работаю над большим дополнением к курсу. Для тех, кто покупал эту версию видеокурса, оно будет бесплатным, а после его выхода цена чуть-чуть вырастет. И чтобы узнать о видеокурсе подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Первый клуб – это просто сплайс. Один из них я отправлю чуть-чуть вправо, другой чуть-чуть влево. И на них отлично заиграет Tape Me Low Fies с максимальным дистом. Тик будет супер составным. Вот за пинок будет отвечать мой любимый сэмпл. Вторым слоем будет тело. Вот такое, более низкое. Так сказать, более яркий слой тела. Это будет вот такой. И четвертый слой, который будет играть только в интрухе. Вот этот стомп. Потому что потом вступает 808-й, и вот этот хвост стомпа будет уже не в тем. А вокальные чопы я возьму из части сэмпла, которая идет после интрухи. Вот она. Отключаем укулеле и ресэмплим вот это вот все. Правая кнопка мышки Open in Slicer Channel. Блоги рандома как-то его нарезали, так что будем пользоваться тем, что есть. Ничего перенабязать не будем. Вот и как-то вот так продолжим. А чтобы кик звучал позлее, нужно его немножко задистить клипером. Еще и, наверное, жесточайше разгоняемо вверх. Во! Хрустит прям. Отлично. Во второй части из шести, да, опыт трека O2 меня ничему не учит. И тут за две минуты шесть, шесть, шесть вариантов звучания. Так вот, во второй части появляется 808-й, яркий трэповый хэт, римшот и какой-то дополнительный голосовой саммел. Ну и пропадает вот этот стомп. В своем тайпе я сделаю то же самое. Самый обычный трэповый хэт с какой-то вот такой партией. Вот так, вот так. Только здесь. Ту-ту-ту-ту-ту. Еще идет. И римшотом я сделаю лэйр вот такого. И вот такого более глухого римшота. 808-й это обычный спинс. Я гружу его литл радиатором и расширю озон и майджором как-то вот так вот. Еще вот так вот ему настрою envelope, чтобы оставить место под кик. Его парт он и будет повторять. Ди шарп мажор, потом вот эти переходные аккорды и потом ца и все. Вот такой вокал я взял со сплайса. Минус 100 центов ему. И еще можно стрэч про сделать и минус 900 примерно. Вот это нам уже не нужно. Отрезаем и оставим только в финал. Да, вот так хорошо. На него тоже жесточайший эффект телефона. Жесткий дилей-реверб и... Ага, и вместе. То есть, как и у Славы, он не должен занимать центральное место, а должен быть на заднем плане. И в следующем куске будет более типичный Славендр. Сейчас мы с моими ребятками работаем над сэмпл-паком, в котором будут такие же примерно кусочечки, набросочки, которые были, должны были стать моими песенками, но не станут, потому что я решила сделать их сэмплами. И сейчас, в данный момент, мы работаем, записываем, что-то придумываем и пытаемся это, короче, красиво оформить, чтобы многие классные артисты могли попользоваться этими сэмплами. Потому что уже очень много людей мне пишут и говорят, а можно? Вот там твой сэмпл. Сколько? А реально? Я вообще дохуя обижу. Точно, у тебя же трек со Славы на сэмпл. Все, все, все. Что-то я потерялся. В паре тут меняется паттерн, Чопов не играет пианино, меняется хэт, меняется кик, вместо рима играет клэп, то есть, в общем-то, все меняется. А в следующей части играет то же самое, только еще жестче и с дополнительным пер-клупом. Я возьму вот такой вот кик, и вот здесь будет двойный удар, и вот здесь удар. Хай-хэт будет играть почти так же, только ну вот буквально чуть-чуть поживее. И чуть более дерганно будет играть вокал, типа вот так. И вот здесь вот этот звук мы возьмем, и нарежем, наверное, одной-второй. Сделаем вот такой вот ролл даун. И то же самое сделаем в самом конце. Только этот ролл будет еще длиннее. Засплитим это, чтобы сделать переход на следующую часть вот такой. И вот тут будет то же самое, только более жестко. В качестве пер-клупа я возьму вот этот сэмпл с хай-хэтами. Для начала его нужно задействовать, потом биткрашером превратить вот в такую штуку. Ну и в итоге загнать в клипер. На максимальном гейне. Я дублировал кик, и он в этой части играет супер перегруженным, так что мы его бустим с клипом. Вот так. На его отдельном канале прижмем его клипером, softness поставим побольше, чтобы он был более мягким. Но еще более мягкого перегруза можно ему дать вот RC20. Вот так вот. Играть он будет более короткие нотки. И чтобы создать супер перегруженный эффект, я отправил вот этот более короткий кик, хэт и клэп, на отдельный канал, где стоит клипер с очень сильным гейном, и он включается автоматизацией. Вот он включен, включился. Естественно, ставим хэт и клэпы. Еще можно задистить в этом месте вокал. И да, все эти схемы с посылами, каналами, роутингами звучат как-то сложно. Я сам устал это объяснять, но зато как звучит. То, что нужно. Затем будет кусок, как в начале трека, но во второй его половине будет кусок, как во второй части трека. И да, чуть не забыл. В этих жестких треп частях, во второй половине, каждый раз играют перклупы. Далее у нас пойдет предфинал и финал трека, в котором будут раскрываться эмоции. И предлагаю вам послушать эмоции человека, который узнал, что у него вышел фит с его кумиром. Вчера вышел трек Славы Мерлоу «Запретить». И его надо запретить. Потому что он охуенный. Короче, когда он вышел, я испытала дикие эмоции. Просто непередаваемые. Потому что услышать себя с таким достаточно популярным и знаменитым артистом, это какие танцы с бублем нужно было танцевать, чтобы вот такое случилось. Когда я слышу уже дальше куплет, где начинается вот этот вот дроп, где он там начинает уже чуть ли не кричать, я думаю... Вот у меня было такое ощущение. Я думаю, я вот сейчас умерла и родилась вот просто заново. Это были просто эмоции. Я вот до сих пор слушаю и вот чуть ли не плачу. Потому что это очень классно. Это очень крутая работа. Чуть более полная версия нашего разговора с Шамилей доступна на моем бусте по ссылке в описании в бесплатном доступе. И проект этого бета тоже будет у меня на бусте, но уже по подписке. А если ты досюда досмотрел, то подпишись на канал, а мы погнали к финалу. В финале трека у Славы играет песня Шамилей со скрипочками поверх и битом и басом в итоге. И аккорды в финале звучат другие из-за того, что их нужно подстроить под сэмпл Шамилей. У нас они тоже будут отличаться от тех, что были до финала. В своем тайпе я сделал то же самое, так вот чуть-чуть подровнял и голос, и укулеле под темп. И из Nexos я возьму вот такую скрипку. И вот такую. Одна будет чуть-чуть влево, другая вправо, чтобы создать более широкое стерео. Аккорды следующие. С минор, G шарп мажор, по-моему, F минор. Вот так, да? И G тоже минор. Отлично. Нужно сделать им какое-то... Чуть убавимое велосипед. И они очень сильно выпирают, так что сейчас я буду прикрывать их фильтром. Вот я прикрыл их фильтром, который постепенно открывается на протяжении всей вот этой части, чтобы голос оставался на первом месте. И это у нас предфинал. А в финале я сделаю такую штуку, смотрите, как будто бы трек закончился, и потом бац, и выход снова. И струны закрываются. Здесь у нас начнется струны. Делаем паттерн уникальным. И все, что я хочу сделать, это вот эти средние нотки поднять на октаву выше, чтобы они просто звучали поярче. И фильтр будет более открытый, струны будут более высокие, так все будет более торжественно. Вот такой серумный бас, мне кажется, будет супер в тему. Просто по нижним ноткам аккордов. Еще, мне кажется, вот это... Да. Только эту перкуссию нужно прибрать немного. И в финале эффекта голосовухи на голосе быть не должно. Вот. И вот здесь пойдет 880 с бетом. Вот этот кик будет играть, и по нему же сейчас пропишем 808. Тут C, тут G-шарп, тут F, и тут просто G. И, наверное, здесь... Давайте попробуем на октаву выше. Да. И вот здесь оставлю только один вот этот длинный. Кик там я обрежу. Ну и хэт с клэпом сюда тоже по-любому нужно. И самое время написать в комментариях, что у меня не один в один, как у Славы, но тоже получилось очень здорово, потому что вокал Шимели просто тащит этот бит. А чуть добитая полная версия бита лежит в моем телеграм-канале по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране. Ну и лайк поставь, если понравился биток или видос. И напоминаю, что скоро выйдет большое дополнение к моему видеокурсу по битмейкингу. Подробнее у меня, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ссылка на инфу про сэмплпак тоже лежит в описании. Подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. А у меня на этом все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Буду ждать вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok